Начинается, можно сказать, новый этап в жизни, более, может быть, спокойный для многих, может быть, наличие во множестве новых радаров на дороге успокоит несколько пыл и темперамент дорожный, вам, может быть, прибавить работы, а, может быть, наоборот, ее станет меньше. Итак, новые радары. Сколько будет постоянно работать одновременно или же, вот их закуплено, не знаю, полторы сотни, и работать из них будет ежедневно, там 30 или 40, остальные будут устанавливаться, переповеряться и так далее. Расскажите все, что можно. Ну да, ну, я бы не хотел сказать, что абсолютно новый, уже давно у нас четыре радара работают, просто сейчас, поскольку нам завершился этот конкурс, наконец-то мы, как бы, эти радары отдали сейчас в регионы, они работают по регионам, ну и два из четырех так само работали по регионам, и так что функцию этого не совершали. Эти радары, которые сейчас, они не закуплены, но их обслуживает фирма-претендент, и эти фоторадары отличаются тем, что они более совершенны, значит, контролировать скорость на дорогах с помощью них можно намного, как бы сказать, точнее, да, и на всех полосах движения одновременно. И это вот та большая разница между тем, что сейчас у нас есть, и тем, что сейчас будет. Те, что будут, они абсолютно точно указывают, какая полоса, какой нарушитель, и в данном случае мы можем одновременно, у нас три нарушителя могут быть отравлены на трех полосах, в них они будут фиксированы. На данный момент, как бы, запустили мы 15 этих радаров, в принципе, чуть-чуть задержалась часть, которая относится к стационарным, связанная это с тем, что не получилось, наверное, фирме-претенденту до конца все согласования сделать. Да, но рано или поздно они появятся. Да, но они над этим работают, и, в принципе, до конца года у нас должно быть 100 стационарных радаров, еще 15 переносных, которые будут уже по регионам. Эти 15 будут, как бы, здесь работать в Риге, остальные будут работать по регионам, и плюс еще, как бы, будут пустые эти ящики, как бы, бутафория. Но свою функцию привянутся и использовать будут. Факт один. Их стало больше, и я думаю, что это повлияет на ситуацию на дорогах. Поэтому вопрос следующий. Если я решила поехать в Даугавпилс, на пути моего исследования у меня, вероятно, может встретиться несколько радаров. И если я в каждом случае, около каждого радара нарушила правила движения, например, скоростной режим, я получу 4 квитанции за один день. Я могу вам сказать аналогию, что бы случилось, если бы вы оставили бы в 4 разных мешах, а по машинам, где стоять нельзя. Вы бы получили 4 квитанции. То же самое и в этом случае. Сколько будет нарушений скорости, столько и будет отдельных протоколов, потому что программа не собирает и не делит. Она констатирует, это уже как файл абсолютно другой и протокол абсолютно другой. Понятно. Но эти радары будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, но и наличие страховки, техосмотра. Ну да. Но в таком случае... Тоже. Если я проехала мимо 4 радаров, каждый из них зафиксировал, что у меня нет страховки или просроченный техосмотр, и я тоже получу 4 квитанции в этом случае. Ну, насчет этого просто мы еще консультируемся с юристами. До конца еще мы не определились. В принципе, с юридической точки зрения оба варианта как бы правильные. Но мы будем смотреть эту логику. Надо ли 4, скажем, 4 этих осмотра протокола писать. Потому что, по сути, в любом случае, да, будет одно нарушение скорости, и, скорее всего, будет так, что один протокол и, скажем, 4 нарушения скорости. Но, как уже сказал, это еще не до конца. Еще надо поконсультироваться с юристами, как правильнее с юридической точки зрения, или можно, или нельзя, как это правильно квалифицировать нарушение. Нарушение скоростного режима, вернемся к нему, будет фиксироваться, начиная с 5 километров в час, буквально с 1 километра в час. То есть, если разрешено 50 ехать, 51 уже фиксируется, есть нарушение. Или вот там какие-то допустимые 5-10 километров в час. Да, ну, как государственная полиция уже, наверное, за эти дни много раз говорили. Повторюсь. Повторюсь. В принципе, идея такая. Как бы по закону мы можем контролировать, убираем клюду. Ошибку. Ошибку, да. И мы можем контролировать уже ту скорость, которая вместе с этой ошибкой. Это 3 километра после 100 километров в час плюс-минус 3 процента. И, исходя из этого, можем уже констатировать нарушение. Но мы будем смотреть конкретную ситуацию. Если радар стоит на прямой дороге, скажем, где, может быть, не так опасно, естественно, что какой-то хандикап будет шофера. Если речь идет о школе, то, скорее всего, такого не будет. Здесь бы хотелось бы все-таки призвать водителей, чтобы, ну, как бы такой ходит слух, что там 20-10 километров, что на это рассчитывать не надо. Потому что в каждом другом месте может быть совсем другой. Это зависит от того, какая там опасная ситуация. Если мы говорим о городе, то, скорее всего, на это надеяться вообще не надо. Если мы говорим возле школ, то тем более. Естественно, что, скажем, когда у нас будут акции 1 сентября, естественно, что мы будем особое внимание в этом отделе. И последний вопрос по поводу антирадаров. У нас можно зайти в интернет, в гугле набрать, где купить антирадар в Латвии. Предлагают, насколько легально эти фирмы работают, не мне судить, а кто-то, наверное, какие-то устройства покупает. Расскажите, какое наказание, может быть, кроме конфискации этого устройства, значит, он все-таки незаконный. Какой штраф в этом случае? С этими антирадарами на данный момент так, что продавать их легально, значит, в Латвии продаются они легально. По закону права дорожного движения сказано, что их можете купить, но никаким образом их нельзя, скажем, с ними обработать и включать их во время движения. Штраф за это 40 лат и конфискация данного аппарата, естественно, автоматически. Какие-то полки идут тоже за счет? По-моему, не было, сейчас с головы не скажу, но штраф точно был 40 лат. В принципе, как уже тоже рассказывали, есть разные версии, может быть, это не абсолютно моя специальность, но, по сути, как мы видим из практической точки зрения, очень маловременно, что с помощью этих антирадаров можно будет как-то избежать наказания, связанного именно с этими новыми лазерными радарами. Я, как рассказывал раньше, в отличие от простого ручного радара, который работает наперед, на много метров вперед, и этому устройству есть возможность зафиксировать вовремя, то в данном случае радар ловит фактически параллельно перед собой, и, скорее всего, тогда, когда вам антирадар скажет, что вас контролируют. Вас уже сфотографировали. Вам уже будет поздно, и это только будет на ветер выброшенные деньги. Спасибо, что пришли в студию. На этом пока все. Приятного утра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова